5 секретов красивой улыбки и что для этого нужно. Все люди хотят улыбаться красиво, но не все могут себе это позволить. Кто-то стесняется неровных зубов, кто-то стесняется, что зубы стерты, разрушены, и в результате чего комплексуют и не улыбаются вообще. В этом видео я расскажу вам о том, как сделать вашу улыбку голливудской, какие 5 шагов для этого нужно пройти. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы научиться улыбаться красиво. Первое правило голливудской улыбки – зубы должны быть чистыми. Самое простое, но самое важное правило. Помните, что достаточно качественно ухаживать за зубами, чистить их утром и вечером с помощью специальных предметов гигиены полости рта, а также обращаться к стоматологу один раз в 6 месяцев для проведения профессиональной чистки, и у вас никогда не будет черного налета на зубах, у вас никогда не будут кровоточить десна, а значит, по определению улыбка будет выглядеть значительно приятно. Видео о том, как правильно чистить зубы и какими предметами гигиены пользоваться, есть на канале. Ссылку на видео оставлю в описании. Второй секрет красивой улыбки – это ровные зубы. Ровные зубы всегда являются фундаментальным правилом красивой улыбки. Какой бы формы, какого бы цвета не были у вас зубы, если они стоят ровно, это уже придает определенную гармонию. Поэтому во всем мире принято обращаться к врачу-ортодонту за исправлением положения смыкания зубов. И сделать это можно в любом возрасте, будь то подросток 12 лет или будь то взрослый человек 60 лет, всем можно скорректировать положение зубов для того, чтобы улыбаться красиво. Третий принцип красивой улыбки – зубы должны быть здоровыми. То есть, они должны быть вылечены от патологического процесса, такого там, как кариес, например, или как клиновидные дефекты. Кстати, я намеренно говорю о том, что зубы должны быть здоровыми только после того, как они выровнены, то есть они ровные. Почему? Потому что здоровье зубов напрямую связано с их положением. Кривые зубы всегда быстрее, интенсивнее разрушаются по сравнению с ровным положением зубов. То есть, я вот думал, что мне нужно вначале все зубы вылечить перед тем, как идти к ортодонтуру. А это типичное заблуждение, которое присутствует в стоматологии. Дело в том, что в современной стоматологии доказано, что неправильно стоящие зубы постоянно разрушаются. То есть, это порочный круг. Мы их лечим, а из-за того, что они стоят неровно, они разрушаются, поэтому мы опять их лечим. Я думаю, что каждый сталкивался с ситуацией, когда собирался лечить все зубы, проходил это лечение, но оно никогда не заканчивалось. Пока лечили одну проблему, появлялась другая. И вот этот вот замкнутый круг хождения к стоматологу. Поставьте лайк этому видео, если у вас была такая проблема. Выравнивать нужно зубы обязательно, невзирая на их состояние. Лечить их можно параллельно с выравниванием зубов. Тогда эффект будет значительно выше. То есть, можно ставить себе пломбу, когда у тебя ставят брыки? Абсолютно верно. Не просто можно, а нужно это делать. Ну что ж, теперь пришло время зубы сделать красивыми. И для вас два лайфхака. Как недорого улучшить эстетический вид зубов? Первая процедура, супер популярная в Америке. Это, конечно же, профессиональное отбеливание. Помните, отбеливание зубов абсолютно безопасная процедура в современной стоматологии. Она никогда не разрушает зубы, никогда не ослабляет зубы. А во многих случаях, наоборот, способствует их укреплению за счет специального состава геля для отбеливания. Напишите в комментариях, если вы думали, что отбеливание вредит вашим зубам. Второй лайфхак. В современной стоматологии за счет пломбировочных материалов можно провести малоинвазивное восстановление формы зубов в результате этого, вернув им природную красоту. Что такое малоинвазивное восстановление? Это значит, что врач-стоматолог не пилит зуб, не сверлит зуб, а лишь аккуратно достраивает его правильную форму. Это всегда возможно сделать в условиях правильного положения смыкания зубов, когда нагрузка равномерно распределяется между зубами. В результате такое их восстановление поможет улучшить эстетику на долгие годы. А они у меня не разрушатся, через полгода налепят, у меня там какого-то гипса на зубы, а он и отвалится. На самом деле проблема всегда состоит в другом. Считается, что вот такое малоинвазивное восстановление зуба, оно нестабильно, и потом пломба все время скалывается. Но такая проблема существует только в тех случаях, когда зубы стоят неровно. Это относительно недорогая процедура. Ну, средняя стоимость ее составляет около 15 тысяч рублей. То есть, поэтому это то, что абсолютно доступно. Пятый пункт. Для тех, кому не хватило предыдущих четырех. И кто хочет настоящий Голливуд? Голливуд это виниры. Виниры это специальные накладки, которые делаются из керамики по высоким технологиям. Такая очень высокоточная техника, которая позволяет смоделировать любой цвет, любую форму зубов, которые будут подходить и гармонично вливаться в эстетическую картину лица человека. Я их могу хоть красными, хоть синими сделать? Ну, на самом деле у всех свои пожелания по эстетике. Конечно, это утрировано, но тем не менее, хоть красными, хоть синими. Но, на самом деле, здесь основной фокус на том, что многие люди хотят их сделать супер белыми. Чтобы они просто сверкали своей белизной. Кстати, стоматологи это не очень любят. Потому что, ну, мы называем этот цвет унитаза. Он не выглядит естественно. Помните, белого цвета в природе не существует. Поэтому, когда что-то белое, это значит искусственное. А современная стоматология стремится к натуральности, к природности. Поэтому, решили сделать виниры, сделайте их природного белого цвета. Это вполне возможно, и смотреться они будут, как настоящие зубы, как свои зубы. Очень эстетично, очень классно. А у вас виниры, Андрей? Нет. У меня, кстати, четыре пункта реализовано. Чистые, ровные, здоровые, отбеленные, с небольшими реставрациями. Для многих будет новостью, что зубы являются органом чувств человека. С помощью зубов мы ощущаем этот мир. За счет тактильной чувствительности. Они играют очень важную роль в таком восприятии ощущений, наряду с органами слуха, зрения, других видов чувствительности. Поэтому берегите свои зубы. Они позволят вам качественно ощущать этот мир. А если вы все же решите перестать качественно ощущать этот мир и поставить виниры, достигнув максимальной эстетики, у нас на канале есть видео про то, как нужно устанавливать виниры. Ссылку на видео оставлю в описании.